Хрусталик у нас помутнил вследствие заболевания. У нас была делька в роговице и меняется биохимия глаза и меняются структуры глаза. С таким повреждением глаз Андрей Креничный поступил в Самарскую областную офтальмологическую больницу. Он приехал из Волгограда. Рассказывает, что проблем со зрением никогда раньше не было, ведь он бывший военнослужащий. Но все изменилось во время лечения коронавирусной инфекции. Из-за ослабленного иммунитета у Андрея появилось инфекционное заболевание глаз. Утром я проснулся и почувствовал, что что-то не то, потому что зрение пропало левого глаза. Если защитных сил организма не хватает, то вирус герпеса, который вызывает пузырьки и корочки на губах, он на роговице вызывает воспаление, причем иногда глубоко, иногда на всю точку на роговице, иногда присоединяется вторичная инфекция, иногда это приводит к перфорации, то есть просто к появлению отверстия на роговице, а это уже чревато потерей глаза. Практически в таком состоянии пациент к нам попал. Самарские медики провели действительно уникальную операцию. Помимо пересадки роговицы, пациенту заменили хрусталик. Пришлось делать одномоментно такую тройную процедуру. Это замена роговицы и удаление хрусталика с имплантацией инфекционной линзы. Самым главным для врачей стало сохранение глаза и восстановление зрения. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию. Еще полтора года он будет регулярно наблюдаться у офтальмолога. Чувствую себя сейчас нормально. Ну не знаю, кто бы еще мог сделать такую операцию. Хороший хирург, хорошее оборудование, ответственный, внимательный к себе пациент. Действительно полученный результат нас очень обрадовал. Подобных операций по замене роговицы в больнице имени Ярошевского делают около 120 в год и каждую шестую жителям других регионов России. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Николай Сидоров. События.